Эдита Пьеха. Родной отец Эдиты умер, когда ей было четвертого года. Ее воспитывал отчим, мужчина суровый, вспыльчивый. Девочку избивали за провинности. Он считал меня чужим человеком, лупил как Сидорову козу ни за что, вспоминала Пьеха в одном из интервью. Однако травмы прошлого не помешали ей взять ответственность за свою жизнь и стать звездой. Наталья Водянова. В прошлом семья Наташи жила в однокомнатной квартире. В С 6 лет Водянова помогала воспитывать болеющую сестру. Остав постарше пошла работать с мамой на рынок. Школу девушка не закончила, но ей удалось добиться успеха. Представитель модельного агентства заметил Наталью и предложил ей контракт. Так началась ее новая жизнь. Арчил Гамиашвили. Знаменитый исполнитель роли Остапа Бендера в молодости был склонен к опасным авантюрам. За крупное преступление, кражу стульев из театра им. Грибоедова Арчил Гамиашвили получил два года тюрьмы. Но, к счастью, желание творить подавило тягу к криминалу. Харрисон Форд. Харрисон Форд всегда стремился быть актером, однако ему не везло. Го вырезали из отснятых фильмов, да и роли предлагали незначительные. Но работу в Голливуде Форд все же нашел. Он трудился плотником. Однажды парня заметил Джордж Лукас. Так киностудия лишилась рабочего, но приобрела актера. Марко Уолберг. Когда Марко Уолбергу было 14 лет, его задержала полиция. Причиной послужило хулиганство. Но то было лишь начало. У будущего актера была непростая юность. Марк нападал на людей и впутывался в другие неприятные истории. У него был даже опыт тюремного заключения. Однако Уолберг смог встать на путь исправления и вырасти в талантливого актера с мировой популярностью. Хилари Суонг. Детство Хилари Суонг прошло в трейлерном парке. Отец ушел из семьи, мать перебивалась редкими заработками. Хилари пришлось уйти со школы, чтобы помогать родительнице. Девушка всегда хотела стать актрисой, поэтому после переезда в Калифорнию жила на улице. Непростое прошлое ударило по звезде, но помогло ей набраться опыта для будущих съемок. Екатерина Семенова. Певица Екатерина Семенова осталась без родителей в раннем детстве. Сначала погиб отец, потом болезнь забрала маму. Девочка попала в детский дом, но, к счастью, ее забрала на воспитание старшая сестра Людмила. Из-за нехватки денег в семье 11-летняя Катя с утра мыла подъезды, потом бежала в школу, а оттуда на занятия в музыкалку. Ален Делон. С раннего детства Ален Делон трудился с отцом в колбасной лавке. Он боялся такой жизни, поэтому в 17 лет ушел служить в армию. Увы, но в летчике, как он хотел, парни не взяли. Пришлось спуститься с небес на землю и устроиться барменом. Если бы Делон знал, что именно во время работы застойкой его приметит Костенкоген, то не сетовал бы на судьбу. Станислав Садальский. Отец Станислава Садальского был жестоким человеком, бил его мать. Однажды он не рассчитал силы, от удара женщина скончалась. Будущий актер, тогда ему было 12 лет, вместе с братом попал в приют. После выпуска Стас работал токарем, так как театральные вузы его не брали из-за дикции, но мечту не оставил. Он добился своего и стал актером. Лидия Русланова. Отец будущей звезды пропал на фронте, мать умерла. Некоторое время осиротевшая девочка скиталась по улицам и просила милостыню. Сердобольные люди устроили ее в Саратовский приют. Там Прасковья, по другим сведениям, Агафья Лейкина стала Лидией Руслановой. Лида увлеклась музыкой, а когда выросла, стала народной артист.